Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным состоялось, наделало много шума, прошло уже какое-то определенное количество дней, и многие стали задавать вопрос, а что Зеленский? Будет ли интервью Такера Карлсона с президентом Украины Владимиром Зеленским? Вот об этом сегодня в видео, об этом и еще о кое-чем другом. Знаете, и это не просто какие-то слухи, домыслы, что предлагали, не предлагали президенту Украины данное интервью, а сам Такер Карлсон, когда он вел интервью с Путиным, заявил о том, что намерен, что хотел бы пообщаться и с Владимиром Зеленским. Более того, Такер Карлсон в своих соцсетях, это соцсеть X, заявлял, что будет добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но, знаете, тут в чем подвох? На мой субъективный взгляд, это не выглядит как предложение об интервью, это выглядит как вызов. И вот вы сейчас поймете, почему. Так вот, Такер Карлсон заявил, что будет добиваться интервью с Зеленским, так как все предыдущие интервью, по мнению Такера Карлсона, в отношении Зеленского в американских СМИ являются не журналистикой, а пропагандой. И вот цитата Такера Карлсона в его видеообращении, тоже в соцсетях X, цитата. «Американские издания многократно общались с людьми с Украины и сделали множество интервью с украинским президентом Зеленским. Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится. Те интервью, которые он дал в США, не являются традиционными интервью. Это заискивающие, подбадривающие сессии, специально разработанные для того, чтобы усилить требования Зеленского о большей вовлеченности США в войну в Восточной Европе. Это не журналистика, это государственная пропаганда. Пропаганда в наихудшем ее проявлении», сказал Такер Карлсон в видеообращении в соцсети X. То есть это не мои слова, это то, что говорил Такер в соцсети X. Так вот, состоится ли интервью? Запрос есть? Ну как запрос? Ну вы услышали, в каком ключе был сделан запрос, но тем не менее запрос был. Будет ли интервью? Если обращаться к украинским источникам, я тут почитала, посмотрела, кто что говорит. Давайте, наверное, начнем с менее популярного мнения, так скажем, с меньшинства. Так вот, например, экс-глава МИД Павел Климкин считает, что президент, в смысле Украины, должен согласиться на это предложение, признавшись, что на месте главы государства он бы его не отверг. Климкин соглашается с тем, что Карлсон, конечно, манипулятор. Впрочем, к разговору с ним можно подготовиться, по мнению Климкина, жестко, эмоционально и саркастически. Могут быть интересные идеи, считает Климкин, условно, затянуть его заворотник в бучу, посадить и сказать, что будем здесь разговаривать. Для Украины, продолжил Климкин, это одна из немногих возможностей выйти на аудиторию, читающей в том числе и Илона Маска, ну и, соответственно, Такера Карлсона. К тому же, для такого разговора у Зеленского есть эмоции, это цитата. А ситуация с предложением американской помощи указывает, что обычные методы не действуют. Мы не можем достучаться до многих американцев, продолжает Климкин, которые не читают медиа и не смотрят телевизор. Большинство из них не являются пророссийскими, но стоит их сделать более проукраинскими, добавил он. Однако, знаете, это менее популярное мнение, то есть кто-то высказывается, что вызов нужно принять, но подойти к нему, как говорится, с умом, с эмоцией и вот подготовиться, короче, подготовиться и, конечно же, максимально сделать его на украинских условиях. Но это, опять же, наименее популярное мнение. Наиболее популярное мнение – это то, что, знаете ли, недосуг президенту, мол, заниматься интервью там всякими, Карлсонами вот этими, и вообще вот заниматься подобными глупостями в отношении, опять же, интервью конкретно с Карлсоном. Потому что, ну, у него не такая прям прекрасная репутация, я имею в виду у Такера Карлсона на Украине, его считают абсолютно пророссийским, его считают там, да, кем только не считают, агентом Кремля, как обычно, да, по каждому чиху сейчас всех считают. И вот даже украинофобом, то есть звучали и такие выражения. В общем, его не любят, давайте, мягко говоря, на Украине его не любят. И, конечно, в такой ситуации настаивать на интервью со стороны Такера Карлсона, ну, это надо, опять же, иметь, как я уже говорила, крепкие яйца. Ну, опять же, стальные даже, можно сказать. Можно как угодно к нему относиться, что он делает карьеру, что он в большинстве случаев это делает для себя, или по указке Трампа, или еще как-то. Но все-таки мы с вами знаем, что иногда бывает с журналистами в неких странах, да, не будем уточнять. Ну, знаете, случится сейчас может всякое. И прям настаивать на этом интервью, понимая, что придется ехать туда, да, вряд ли Зеленский приедет куда-то, куда захочет. Карлсон где-то в третьей стране, но это вряд ли. Поэтому, ну, на это нужно какую-никакую смелость все-таки иметь, ну, согласитесь. Всякое может приключиться, и я не скажу, что прям Такера пока что, вот прям при нынешней администрации, жутко любят в США. Да, я не говорю сейчас про простых людей. Я еще раз должна уточнить, что я всегда разделяю правящие вот эту вот верхушку от простых людей. Так вот, ну, такая, знаете, довольно тревожненькая ситуация в отношении Такера Карлсона. А вот будет ли интервью давать Зеленский, вот тут, конечно, большой-большой вопрос. Честно говоря, я думаю, что такое интервью все-таки не состоится. Хотя все может быть, все может быть. Но это все-таки звучит как вызов, правда же? Вот как вы думаете, состоится такое интервью в обозримом будущем или вообще хоть когда-нибудь именно с Такером Карлсом? Или нет? Вот я почему-то склоняюсь к такому варианту, что скорее нет чем, да? Потому что, ну, там не будут жалеть, там не будут гладить по головке. Там, скорее всего, будут задавать вопросы, которые могут не понравиться, так скажем. Ну, и вообще, в принципе, да, сам факт, что сначала было интервью с Путиным, насколько оно прям прогремело по миру, какой резонанс это вызвало, соперничать с этим интервью будет крайне сложно. И, возможно, даже если Такер будет очень лояльно вести это интервью, даст высказаться, даст, ну, так скажем, самому Зеленскому вести буквально это интервью, просто выслушает, задаст какие-то вопросы. Ну, выглядеть оно будет, наверное, уже не так остро, как хотелось бы. И вот, да, сможет ли оно соперничать, это большой вопрос. Поэтому я вот сильно сомневаюсь. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Давайте вернемся к мнению. Все-таки большинство придерживается такого мнения, что, мол, недосуг. Не просто, что мы не будем вообще думать в сторону интервью, потому что там прокремлевские журналисты, вообще вот он там весь продался. Нет, 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 недосуг. И действительно, знаете ли, некогда, потому что в любом случае в ближайшее время данное интервью невозможно, его точно не будет, потому что Зеленский очень занят сейчас. Сейчас он ездит с визитами по всей Европе. Ну, не по всей, но по большей ее части. Так вот, 16 февраля он прибыл в Германию, где проходила вот та самая Мюнхенская конференция по безопасности. Где, собственно, Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Шольц на встрече с Зеленским заявил, что Германия потратит только в этом году 15 миллиардов евро на поддержку Украине. Цитата. «Украине будет очень тяжело без помощи США. Европа должна увеличить свой вклад», сказал Шольц. «Договор с Германией рассчитан на 10 лет. Он состоит из 8 частей о военной помощи и сотрудничестве в сфере безопасности, экономической помощи и устойчивом развитии. О реформах и политическом сотрудничестве, о будущей агрессии, а также о двусторонних отношениях и европейской, прости господи, интеграции». Согласно этому документу, в 2024 году, как я уже говорила, Германия предоставит, ну, такую существенную помощь денежками. Ну, тут нельзя не порадоваться, правда, видите, как все хорошо складывается. Значит, ну и в целом, вот с 2024 года будет поддерживать Киев в течение всех 10 лет. А вот сегодня, 11 февраля, Зеленский уже прилетел во Францию на встречи с нашим Макроном, который Эммануэль. Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности и с Францией тоже. Договор с Францией также был заключен на 10 лет. Но французы пообещали выделить Киеву только 3 миллиарда военной помощи в этом году. Кстати, ранее Украина уже подписала подобный договор о гарантиях безопасности с Великобританией, ну, какое-то время назад. Что сказать? Хорошо, когда есть деньги, правда? Хорошо, хорошо, что тут уже все проблемы решены и во Франции, и в Германии. Как говорится, ЧОП не поддержать другую страну в течение 10 лет, а свои и сами справятся. Так вот, еще эти соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривают механизм экстренных консультаций, что бы это ни значило, в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину. Об этом нам сообщает Владимир Зелинский. Ну, то есть, наверное, предполагается продолжение или еще одного нападения. История покрыта мраком. Ну, в общем, вы сами видите, какое там интервью с Карлосоном. Дел, как говорится, непочатый край. Да еще и Арестович от рук отбился совершенно и внезапно возомнил себя русским. Я всегда и говорю, я русский. Я русский! Гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации. Потому что мне нравится правда, мне нравится совесть, мне нравится справедливость, мне нравится свет и радость. Я не люблю дисциплинарное общество. Кстати, вот по поводу Арестовича. Очень интересный персонаж, да. Перебывается буквально, я не знаю, 150 раз на дню. И его видели недавно, вот прям на днях в Монако. Там возле казино я, кстати, там была. Там вот это знаменитое казино. И он прям туда и направлялся. Так что, друзья мои, в Монако теперь на одного русского больше. Я русский. Ура, как говорится, товарищи. Но если серьезно, вообще, конечно, странный персонаж. И я все время задаюсь вопросом. А неужели ему позволяют вот говорить то, что он сейчас говорит? Вот не могу просто поверить, что он говорит это от себя. Он говорит это искренне. И, ну, вот такой просто смелый, смелый парень. Что думаете? Мне кажется, тут какая-то игра идет. Тут что-то такое вроде, я даже не знаю, как выразиться. От оппозиции, что ли, да, такой безопасной. Что если вдруг. Я не думаю, что ему позволяют это, ну, так скажем, оттуда, из Украины. Мне кажется, его пока говорят не трогать оттуда. Да? Ну, там, за океаном. Вот мне так кажется. Потому что, ну, чтобы был, наверное, я, конечно, могу ошибаться. Я еще раз говорю, я не эксперт, не, боже мой, не истина в последней инстанции. Но вот как-то странно, да? Я вот думаю, если на постоянной основе кто-то из бывших приближенных такое бы говорил, его бы быстренько где-то там это, да? Или нет? Или да? Как думаете? А тут прям так открыто, так нарочито, так регулярно, постоянно. Хотя буквально два года назад мы слышали с вами совершенно другие речи. Вот прям кардинально противоположные. А сейчас вон оно что, распоясался совсем. Ну, что это такое? Ну, я не думаю, что тут какая-то безграничная смелость или глупость или еще что-то. Тут что-то посерьезнее. Тут какая-то игра ведется закулисная, о которой мы не знаем. Вроде как, знаете, если вдруг что, вот у нас есть тут, гляньте, какой шикарный оппозиционер. Он же тоже претендовал какое-то время назад на место президента Украины. Вот я и думаю, да? Может быть такое, как вы считаете, что если вдруг тут что-то пойдет не так, то у нас вот, пожалуйста, готовенький, такой красивенький, румяный оппозиционер. Ну, красота, красота, я считаю. В общем, все, что думаете по этому поводу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я вас очень попрошу писать корректно, настолько, насколько это возможно. Но я вам желаю всего самого наилучшего, мирного неба над головой. И мы с вами очень-очень скоро увидимся в моем следующем видео.